Главные темы выпуска. Плачущая принцесса Шарлотта и герцог Сасакски. Вся история. Принцесса Анна в ярости. Она единственная пострадала от министра. Видео принца Гарри и Меган Маркл. Они не выдержали, появились. Признание принца Уэльского и ее высочество принцесса Кэтрин. Последние новости. Ярость принцессы Анны. Кто-нибудь в это верит? Но тем не менее, все британские СМИ рассказывают, что она очень сильно злится на эту женщину. Она готова ее растерзать. И вот все британские газеты разразились публикациями на эту тему. О чем же идет речь? Никто, наверное, в этом мире не любит платить налоги, тем более члены британской королевской семьи. Эта проблема как-то обходит их стороной, особенно учитывая, какими средствами финансовыми они обладают. И вот только королевская принцесса Анна в случае введения нового налога в Великобритании пострадает. И особенно пострадают ее дети. Питер Филлипс и Зара Тиндал. Множество лет назад королевская принцесса Анна выходила замуж за своего первого супруга Марка Филлипса. И в тот момент Елизавета II и ее супруг принц Филлип решили сделать молодоженам подарок. Ну такой внушительный. Купили имение историческое за 6 миллионов фунтов стерлингов, где сейчас проживает королевская принцесса Анна уже множество лет. Он находится в Гэтком парк в сельской местности. Там 750 акров. И ранее там проживал некий лорд Батлер, министр внутренних дел Великобритании в свои времена. И вот она получила этот подарок. Естественно, никаких налогов не было уплочено. Все тип-топ при Елизавете было. А сейчас либористы вводят новый закон, который подразумевает, что именно дочь Елизаветы пострадает. Потому что она проживает в сельской местности. А повышение налогов на 20% означает, что это будет грабеж среди белого дня. То есть поместье, которое стоит миллионы и миллионы, если посчитают по рыночной стоимости, сколько процентиков в налог должны они уплатить. Я про Питера Филлипса и про Зару Тиндал, которым, скорее всего, она завещает это поместье. То там сумма офигенная выходит. Вот что пишут СМИ. И Анна, которая обычно очень спокойная, терпеливая, выдержанная, мы все это прекрасно знаем, пребывает в полнейшей ярости. И хочет растерзать эту женщину, пишут они, Рэчел Ривз. При этом никто другой под этот закон не попадает. Все остальные остаются в стороне, потому что они не проживают в сельской местности. И королевская принцесса Анна единственная жертва. Конечно же, это обостряет ситуацию. Ну а мы с вами переходим к плачущей принцессе Шарлотте. Причем утверждают, что она плакала буквально на взрыд. Она испугалась, она была в шоке, она не хотела, чтобы у ее отца была борода. Но это немного шутливая история, но тем не менее интересно, ее все пересказали. Принцесса Шарлотта была поражена, увидев отца с бородой. Она заплакала, рассказывает принц, и требовала убрать бороду. Ну требовала это, наверное, слишком громко сказано. Но тем не менее, принц поддался и все-таки сбрил бороду. И помните, когда они с принцессой войской Кэтрин появлялись в Саутпорте, мы его видели гладко выбритым. Это было из-за Шарлотты. И британские СМИ сразу же вспомнили принца Гарри, который очень сильно переживает за свою бороду также. Который говорил, что принц войский никогда себе не позволит бороду. И вот Шарлотта не хотела, чтобы ее отец был похож на предателя Гарри. Как вам такой выворот событий? И я хочу сказать, что Шарлотта, конечно же, была звездой всех разговоров и интервью принца Уильяма. Сразу понятно, с кем он близок, с кем он больше общается. Не зря они так вместе милуются постоянно. Я имею в виду отца и дочь. Наверное, вы уже слышали, что принц Уильяма дал интервью в рамках своей поездки в Южноафриканскую республику на премиум. И он ответил на множество вопросов. Например, у него спрашивали, нравится ли его семье его новый облик. И он ответил, ну Шарлотте не понравилось в первый раз. У нее текли слезы. Так что мне пришлось быстренько сбрить. А потом я отрастил ее снова. И я сказал, подожди, пожалуйста, и убедил ее, что все будет хорошо. Самое интересное, что журналисты ему сказали, что они посчитали, что борода, появившаяся у него после объявления о окончании химиотерапии у принцессы войска Кэтрин, означает, что он, наконец, выдохнул, расслабился. И он ответил, что ему интересно, что вообще кто-то такое мог подумать. Ну, потому что год очень тяжелый. И выдохнуть, расслабиться, это то, что ему не представляется возможным. То есть, это не имеет к этому никакого отношения. И я хочу сказать, что принц войски был довольно-таки откровенен. Много чего интересного наговорил. Мы к этому вернемся. А сейчас принцесса войска Кэтрин. Потому что дворец не только подтвердил ее появление, но и еще сказал, что она появится на двух мероприятиях. В отличие от Камилы. Ни в коем случае не пропускайте наш выпуск завтра, в субботу. Обязательно смотрите канал Amore Royal. Подписывайтесь. Мы вам покажем вечером появление принцессы войска Кэтрин в Альберт-Холле. Там пройдут памятные мероприятия. Будет концерт, как и каждый год. И она, как подтверждено уже дворцом официально, появится вместе с остальной частью королевской семьи. Я сейчас всех перечислю, кто там будет. Кроме этого, на следующий день, в воскресенье, тоже выпуск будет на канале Дочи Ньюс. Также она появится вместе со всеми остальными. И это будут мероприятия, связанные с кинотафой. Выход на балкон, возложение венков и все остальное. Ну, вы помните, я уверена. Интересно, какой образ будет у принцессы в этот раз. Очень хочется ее увидеть. Очень странно. И я надеюсь, что это случайное совпадение. Что ее величество, королева Камила, не появится и в субботу, и в воскресенье. И, наконец, у принцессы войской будет возможность царствовать одной. Я, конечно же, немножко шучу. Но, тем не менее, после всех этих многочисленных скандалов между Томом Паркером Болзом, сыном королевы, и принцем Уэйским, и принцессой Уэйской, помните все эти публикации, обличающие, она не появится. Ну, это странное совпадение. Тем не менее, мы увидим монаха, его старшего сына и его невестку. Мы увидим принца Эдварда с супругой Софией. Надеюсь, у нее не осталось на лице никаких следов от меча. Мы также увидим Тимоти Лоуренса и его супругу, королевскую принцессу Анну, а также герцога и герцогиню Глостерских. Герцогиня Глостерская, давайте остановимся на ее персоне. Она вот так прекрасно, элегантно выглядела и замещала королеву Камилу на мероприятиях, которые прошли вчера. Дочи Ньюс Они ушли где-то в 7 часов. Смысла уже? Не то, что сниматься не было, нужно было уже спать ложиться. Вот такие добросовестные строители работают в Сочи. Только представьте. Ладно, с этим разобрались, но, честно говоря, вот такие внеплановые моменты, они выбивают из калии. Столько всего теперь нужно рассказать. Если что-то не успею, вы сразу учитывайте, что я расскажу вам об этом завтра. Теперь, прекрасное алое сердечко поставили? Надеюсь, поставили. И напишите, пожалуйста, комментарии. Буду благодарна. Делитесь нашими видео. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну, а я продолжу. Целых три месяца их не видели вместе. И где они были? Жили ли раздельно? Вот какой вопрос сейчас интересует СМИ. Ну, а мы с вами переносимся новостей из Монте-Сита. Вы, скорее всего, перед собой уже видите и принца Гарри, и герцогиню Сасекскую, которые плечом к плечу с маками стоят и что-то там вещают. Этот небольшой видеоролик с глобальным посылом появился на их сайте Archie Well. И почему они появились, буду вам сейчас рассказывать. Они появились в рамках первой глобальной министерской конференции ООН по прекращению насилия в отношении детей в Боготе, в Колумбии. Как вы, наверное, заметили сами, они находятся у себя дома. То есть, они сделали эту запись. И эту запись показали во время этой конференции в Боготе, в Колумбии. Что же касается именно появления Меганы Гарри сразу по окончании выборов в США и вот этих всех публикаций, что они были чернее тучи, что радоваться им нечему, что они вот появились, но выглядели очень и очень мрачно. Я не знаю, как к этому относиться. Не могли же они, говоря о насилии над детьми, о том, что происходит в мире, стоять и хохотать. Могли? Ну, в случае Меган, может быть, и могли бы, но Гарри, наверное, нет, но я, по крайней мере, на это надеюсь. Поэтому давайте забудем про эти публикации. Что на самом деле интересного произошло? Гарри и Меган не появлялись не из-за принца Уэльского. И это мое личное мнение. И точно не из-за того, что король вместе с Камилой отправился в Австралию и само. На мой взгляд, это было такое затишье перед бурей. Они там что-то решали. И я уверена, что они сейчас о чем-то заявят. Что-то произойдет более существенное. И я не удивлюсь, если это произойдет в субботу и воскресенье. Если они обозначат так крупно, кто их враг, то есть принцесса Уэльская Кэтрин, на мой взгляд, их положение в обществе станет еще хуже. Ну, потому что все обратят на это пристальное внимание. Как вы считаете, согласны вы со мной или нет, обязательно пишите. Кроме этого, их пиар-агентства, скорее всего, задумались не на шутку, стоит ли конкурировать с новостями о предвыборной кампании, о том, как прошли выборы. Возможно, они были уверены, что первые полосы им не заполучить. Разве что развестись действительно. Вот если бы развелись или детей показали, что если бы что-то случилось такое сбивающее с ног, тогда, может быть, где-нибудь в уголочке их разместили бы. Но так, конечно, было не до них. И они, скорее всего, именно из-за этого, из-за выборов в США, и сидели дома тихо. Если сидели вдвоем, я имею в виду. Сам же принц Гарри появился накануне, но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас слова герцогини, которые она произнесла во время этого видеоролика. Давайте я вам зачитаю. Мы с мужем осознаем, сказала Меган Маркл, что сегодняшняя реальность характеризуется большей связью и передовыми технологиями, что, конечно, имеет много положительных сторон, но также заставляет нас лучше понимать, как цифровое насилие в отношении детей проявляется в эту эпоху. Ну а когда несчастному Гарри дали слово, он сказал, что семьи ищут отчаянно поддержки, чтобы защитить своих детей. Видео длится две минуты. В конце они приобняли друг друга, скорее всего, для того, чтобы убедить весь мир, что никто не расстается. Я, если честно, как и вы, скорее всего, так и не верила, что они там расстаются. Меган Маркл своего не упустит. Но еще интересно, что все обратили внимание на эти красные маки. Вот у принца Гарри традиционный мак, а у Меган Маркл мак такой же, как и у принцессы Уэйской Кэтрин в прошлом году, и как у королевы Камилы. А это какой-то непорядок. Почему у них разные маки? Вот такой прям глобальный, согласитесь, важный вопрос интересует британские СМИ. Какая разница, какой у нее мак? Еще утром в наших социальных сетях я выложила фотографии из появления принца Гарри и Меган Маркл, рассказала их появление, и многие задавали вопрос, но почему они вмешиваются в столь важные дела? Какое они имеют право? Кто их пригласил, позвал? Такие вопросы возникают очень часто. И я хочу ответить, всегда держите в голове, что он все-таки пятый в очереди на престол. Сын принцессы войской Дианы, сын действующего монарха. И это, конечно же, дает ему некие исключительные права на внимание. Понимаете, да, о чем я? А она уже как актриса, как его супруга, как человек, имеющий титул герцогини Сасекской, тоже появляется рядом с ним. Но именно в этом мероприятии речь идет о том, что они еще летом объявили о том, что создают новую платформу, где будут бороться с цифровым насилием в интернете. Помните, я вам об этом рассказывала. Parents Network называется. И вот в рамках своей работы с новой платформой они появились на конференции ООН. И там эти две минуты с принцем Гарри и Меган Маркл показывали. И поклонницы Меган Маркл очень сильно разволновались из-за ее жакета. Это бренд Ralph Lauren. Она носила этот жакет в последний раз в 2019 году. И вот не просто так носила. И посмотрите, у Гарри и у Меган совпадают цвета. И у нее жакет, у него пиджак, цвет один и тот же, темно-синий. Как же они догадались, одеться одинаково. Вот это всех волнует. Эксперты по языку тела. Разве они могли остаться в стороне? Нет, конечно же. Они считали, что Меган Маркл и Гарри чувствовали себя очень напряженными. Они выглядели серьезными, напряженными, серьезными. И вот они только об этом и пишут. Но кроме этого, каждая публикация, и это очень интересно, начинается со слов, что после трехмесячной разлуки, то есть они три месяца не появлялись рядом. Ну, действительно, срок немалый для Меганы Гарри, но они брали такие перерывы, было уже такое, так что я думаю, не в этом суть. Там что-то другое, что-то очень и очень важное. И Меган Маркл, которая когда-то очень сильно нахамила Дональду Трампу, на тот момент Меган Маркл была актрисой, она снималась в драме форс-мажоры и проживала в Торонто. И во время съемок она давала интервью и сказала, что она не собирается возвращаться на родину и собирается жить в Канаде, потому что она не хочет жить в Америке. Там президент Дональд Трамп, он женоненавистник. Вот так она его описывала. Ну и давайте, пожалуйста, сделаем ставки. А почему нет? Побежит ли от этого жена ненавистника сейчас Меган Маркл куда-нибудь подальше? То ли в Канаду, то ли в Австралию, то ли в Африку, а вообще и в Португалии дом уже готов. Так что пишите, как вы считаете, собирается ли покинуть США Меган Маркл из-за того, что к власти снова пришел тот самый Дональд Трамп? А мы с вами возвращаемся к новостям из Кенсингтонского дворца. Буду рассказывать. Наконец, столько раз обещала вам рассказать, что происходило в ЮАР, на его премии и Афшат Прайс. И вот все-все-все расскажу и все покажу. Такого эксклюзива вы нигде не найдете. Даже не сомневайтесь. Видеоряд. Так вот. В первую очередь я хотела бы подчеркнуть, что Уилл назло мне дал интервью BBC и Sky News. Ну почему назло мне? Ну потому что и так полвыпуска про него, поэтому сегодня про это интервью я буду рассказывать вскользь. Но начиная эту историю принца Уэйского, хочу сказать, что он со слов СМИ жестоко потроллил герцогиню Сасакскую. А это мы с вами уже любим. Согласитесь. Так вот. В один момент он позирует с баночкой варенья в руках. Как вы помните, еще полгода назад герцогиня Сасакская буквально терроризировала своих знакомых баночками варенья. Но безусловно никто в британской королевской семье таких подарков не получил. И вот он с вареньем в руках улыбался во все свои 32 зуба. Это было варенье из инжира. Пробовали, если да. Мне, кстати, очень даже нравится. Но немного сладковато, кисленький не хватает. И многие в социальных сетях решили даже пожалеть Меган Маркл. Написали о том, что и король ее высмел и подвинул с ее баночками варенья, выпустив свои. Но он и так их выпускал. Это она за ним повторила. Вот теперь еще и принц Уэйски позирует с баночками варенья. Что будет в следующий раз? Ну, в следующий раз, наверное, принцесса Уэйски Кэтрин появится со своим вареньем и со своими детьми. Тогда капец настанет Меган Маркл. И давайте вернемся к его интервью. Ну, скоро Рождество, год почти подошел к концу и у него спросили, как прошел его год, как он себя ощущает, как он себя чувствует. И он ответил, что, скорее всего, он может с уверенностью сказать, что это был самый тяжелый год в его жизни. Для него это стало большим испытанием. И удержать жизнь на том же уровне, выполнить все свои обязательства и преодолеть то, что происходило с его супругой и с его отцом оказалось тяжелым бременем. Он был ужасный этот год. Если вы спрашиваете именно о моей семье, то это было ужасно. Хуже не было. И настолько откровенным он был впервые. И, конечно, впервые так открыто говорил о болезни своей супруги и болезни своего отца. И вот эти его слова вызвали переполох и огромный интерес. Говоря о том, как справились его отец и его супруга, он добавил «Я так горжусь своей женой, я горжусь своим отцом за то, что они справились со всем этим. Они смогли это сделать». И напоминаю, что накануне я вам успела рассказать, что он говорил также в интервью о том, что считает ее великолепной принцессу Кэтрин, то, как для нее прошел год, ее работу, то, как она смогла справиться со всем. Он ей сделал несколько комплиментов. Помните, да? Ну, и мы перемещаемся. Кейптаун, вручение премии и офшат прайс. И это огни, зеленая ковровая дорожка и принц уэски в необычном образе. И давайте начнем с внешнего вида. Несмотря на то, что каждый вечер я садилась перед вами и говорила, что он бархатный принц, никакого бархата мы не увидели, этот образ кэжуал, наверное, он вполне уместен, но я была удивлена, шокирована, ну, он меня сразил, наповал своими белыми неуместными, но переработанными кроссовками, то есть, они сделаны из переработанных материалов, молодец, аплодисменты, но вместе с пиджаком все вместе это выглядело как-то не очень. Рядом находились звезды, они носили вечерние наряды, все как-то, знаете, блистало, и тут он как будто зашел на огонек. Наверное, сейчас вы его будете защищать, и я согласна, что он хотел, наверное, предстать перед миром совершенно другом, виде, и у него это получилось сделать, всех удивил, но тем не менее, как-то нет, с моей точки зрения нужно было носить бархат. Вся одежда, которую он носил, из переработанных материалов, вы, скорее всего, видите начало церемонии, и его объявляют, его высочество, принц Уэски, и он появляется, прошелся такой бодрой походкой, подошел к микрофону и начал здороваться, в прямом смысле этого слова, потому что он поздоровался на девяти языках, что, безусловно, ставит плюсики ему в репутацию, многие его за это похвалили, и он очень так, знаете, активно говорил, не читал. Во время своей приветственной речи он много говорил о своей связи с Африкой. Накануне поездки он также много об этом говорил, мы вам рассказывали, но в этот раз он сказал, что именно африканский континент помог ему пережить боль потери матери. Это он, кстати, говорит впервые. Кроме этого, он говорил о принцессе Уэской Кэтрин, о своей жене, и о том, что он именно здесь, в Африке, сделал ей предложение. И, как вы видите, все удачно сложилось. На этом все. Выпуск на канале Deutsche News подошел к концу. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Давайте увидимся с вами завтра. В субботу и воскресенье будут интереснейшие выпуски. Не пропустите, развлечем вас. Включайте наши каналы вечером. Увидимся. Всего вам самого наилучшего в эти выходные. Но я надеюсь, что вы поставили прекрасное алое сердечко и не забыли написать комментарий в поддержку канала. Ладно, пока-пока. Пока-пока.